Решите уравнение. Как обычно перед просмотром, попробуйте решить эту задачу самостоятельно. Для начала избавимся от квадратного корня, то есть запишем правую часть в виде степени. Тогда левую часть переписываем, а в правой части у нас получится 6 в степени х разделить на 2. Далее можно заметить, что число 6 это произведение двойки и тройки. А это значит, что удобно будет обе части получившегося уравнения разделить либо на 3 в степени х, либо на 2 в степени х. Например, разделим обе части уравнения на 2 в степени х, учитывая при этом, что 2 в степени х строго больше нуля. После подчленного деления левой части на 2 в степени х получаем 3 в степени х. Теперь можно попробовать обе части уравнения выразить через степень с показателем х пополам. Но для начала уменьшаемое в левой части запишем как 3 вторых в степени х. х минус единица у нас остается, а в правой части числитель перепишем, а показатель степени в знаменателе умножим и разделим на 2. В результате получим 2 в квадрате и все это в степени х пополам. То же самое сделаем с показателем степени в левой части. То есть умножим его и разделим на 2. Тогда в левой части мы получим 3 вторых в степени х пополам и все это в квадрате. Минус единица у нас остается, а правую часть можно будет записать как 6 четвертых и все это в степени х пополам. Сокращаем 6 четвертых на 2 и получаем уравнение относительно 3 вторых в степени х пополам. То есть левую часть можно переписать, а правую часть записать как 3 вторых в степени х пополам. И теперь уже видно, что 3 вторых в степени х пополам нужно заменить на новую переменную. Давайте например заменим 3 вторых в степени х пополам на новую переменную t. Где t, учитывая показательную функцию, должно быть строго больше нуля. То есть в результате мы получаем квадратное уравнение относительно t. t в квадрате минус единица и все это должно быть равно t. Переносим все в левую часть и находим корни с помощью дискриминанта, которые будут равны единице плюс-минус квадратный корень из 5 и все это разделить на 2. Учитывая, что t больше нуля, выбираем единственный положительный корень. То есть выбираем значение переменной t со знаком плюс в числителе. Тогда t будет равно единица плюс квадратный корень из 5 разделить на 2. Делаем обратную замену. Тогда 3 вторых в степени х пополам должно быть равно единице плюс квадратный корень из 5 разделить на 2. Откуда по определению логарифма х пополам будет равен логарифму от единицы плюс квадратный корень из 5 разделить на 2 по основанию 3 вторых. А значит окончательно х будет равен 2 логарифмам от единицы плюс квадратный корень из 5 пополам по основанию 3 вторых. Пишем ответ. Уравнение имеет единственный корень. Х должен быть равен 2 логарифмам от единицы плюс квадратный корень из 5 разделить на 2 по основанию 3 вторых. Задача решена. Кому решение понятно, ставьте лайк, пишите комментарии и не забудьте подписаться на канал. Продолжение следует...